Он памятник воздвиг себе нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Эти строчки и стихотворения Александра Сергеевича Пушкина сегодня известны каждому. В свои произведения о любви, дружбе и природе вкладывал частичку души, а вдохновение искал в разных уголках любимой родины. В том числе и в Симбирском крае. Здесь талантливый поэт и мыслитель был проездом в 1833 году. Путешествовал в Оренбург, где планировал собрать материал о крестьянском восстании под предводительством Емельяна Пугачева. Если бы они с братьями не передали бы ему тот материал, который они собирали у нас в губернии, то не было ни капитанской дочки. То есть очень большой фактический материал о Пугачевском движении, о том, как здесь бывал Пугачев, он получил именно от них. И кроме того, Ульянос, как бы, так скажем, город тоже в этом романе есть, и некоторых жителей по другим фамилиям, но тем не менее, как тогда говорили современники, они могли узнать в героях романа Пушкина. Сегодня его строки читают взрослые дети. Прозу и стихи любят соотечественники и иностранцы. А темы, на которые он писал, не теряют актуальности два века спустя. Как-то говорили, что солнце русской поэзии закатилось, но это не так. Оно светит, оно греет нас. И Пушкин, как был жив, так он и будет жить, и он будет вечен. Потому что он несет живительное слово. Русский код у Александра Сергеевича Пушкина прописан в каждой его строчке, в каждом его стихотворении, или же в каждом его, даже в любом произведении Александра Сергеевича, есть русский код. Все-таки русский код, он позволяет русскому человеку почувствовать себя русским, прежде всего. Я на самом деле считаю Александра Сергеевича Пушкина тем самым истинным патриотом своей родины, кого можно назвать этим словом. Он больше никого другого достоин этого звания, потому что это и язык, это и поэзия, это его произведения, которые в каждом из них, в каждой строчке просто любовь к своей родине. Сразу вспомнили, какие сказки, какие стихи читали детям. Сказка рыбаки и рыбки. У лукоморья дуб зирует, как обычно, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый ходит по цепи кругом. Мы любим Пушкина, мы читаем Пушкина, мы стремимся хотя бы чуть-чуть в нашем литературном сегодня приблизиться к тому, что сделано Пушкина. Погрузиться в литературный мир Пушкина, стать частью его произведений – такая задача в регионе сегодня стоит перед Литературным музеем «Дом Языковых». В юбилей великого поэта миссия особенная. В честь юбиляра разнообразная праздничная программа, концерты, творческие мастерские, городские экскурсии и по-своему уникальные выставки. Пушкинская тема филателии не только одна из самых модных и популярных, но и трудных для коллекционера. Какой принцип положить в ее основу – жизнь поэта, его произведения или места, связанные с ними? Почему Пушкин? В какой-то момент я решил задаться вопросом, почему поэт так популярен в России, то есть в те времена были и другие писатели-поэты, но почему мы именно обзастряем внимание на Пушкине? И через призму филателии я, так как увлекаюсь марками, решил рассказать о том, чем он так, скажем, запомнился и что лежит в основе его творчества. Кроме запланированного, дали старт еженедейной семейной программе выходного дня «Пушкинское лето», которое пройдет до 15 сентября.